Здравствуйте! Я Наталья Некрасова, автор сайта Изба вязалий, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машинки с нуля. И сейчас я вам покажу, как можно очень красиво и эффектно оформить простой ластик, то есть обычное двухфонтурное полотно. Расстановка игл идет под полный ластик. В центре нашей ажурной полосы 4 иглы свободны, они находятся в заднем положении. Почему 4? Ну просто у меня такой рапорт. То есть в принципе количество игл может быть абсолютно любое. Я делаю неширокую полосу из 12 петель. 4 в центре, 4 с одной стороны, 4 с другой. Эти 4 иглы, которые у меня находятся по сторонам, с этих игл снимаю петли и очень осторожно переношу на 2 иглы в сторону. Осторожно, спокойно, чтобы не потерять ни одну петлю, потому что для машинки вот такой перенос может быть тяжеловат. Поэтому плотность должна быть не тугая, иначе машина просто не сможет, не даст вам перенести такое количество петель на такое большое расстояние. Осторожненько перенесли. Смотрите, чтобы петли в заднем положении, иглы в заднем положении находились сзади. Передние ставим вперед для того, чтобы легче было забирать. И провязывайте 2 ряда. Это самый сложный момент в этом узоре. И теперь спокойно начинаем раздвигать наш узор по сторонам. Тоже на 2 петли в сторону. Пока в середине не останется 4 свободных иголки. В сторону, в сторону на 2 иглы. Чем на большее количество игол я переношу петлю, тем интереснее будет узор, тем он будет более внятный. Это обычный ажур. То есть на двухфантурном полотне, при вязании полным ластиком, я могу украсить лицевую сторону нашего вязания любым однофантурным ажуром. То есть на одной фантуре я выполняю ажур, на второй вывязываю полный ластик. И таким образом я получаю абсолютно необыкновенное украшение моего полотна. Если мне нужно оживить, вот такое скучное вязание, как полный ластик. Дошли до того же самого места, с которого мы начинали. И сдвигаем эти петли назад. На 2 иглы в одну сторону. Очень осторожно. Вот этот момент. Очень осторожно. Проверяю, что игла вставят в заднем положении сзади. И 2 ряда. И продолжаю таким вот образом провязывать нужное количество рядов. Еще раз повторю, узор, который я вывязываю на задней фантуре, может быть абсолютно любой. Любой однофантурный ажур. Если вам понравилось, нажмите нравится, поделитесь с друзьями. А также подпишитесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех обновлений. И жду вас на нашем сайте Изба Вязальня, где в коле машинного вязания мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машинки с нуля. Ваша Наталья Некрасова. Продолжение следует...